АВТОРСТАН 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 Ни один пилот на не споткнулся Я думаю, что в плотном потоке во время гонки Сегодня ждет настоящая препятствие пилотов Но выйдут ли они без потерь мы узнаем немного позже Вообще, что касается именно трассы Казань-Ринг по сравнению с Егорой откуда мы приехали буквально 2 недели назад были там Здесь действительно очень абразивный асфальт здесь гораздо быстрее уходит резина по сравнению с Егора Драев И да, та самая кочка, очень коварная. Были проблемы у одного из пилотов класса Туринг Лайт, мы к нему обязательно подойдем. Но самое главное, действительно светит солнце, замечательная погода, нас смотрит вся страна. Энгельс, Саранск, Тольятти, Москва, привет. Все здорово, все классно. Все классно, ну и мы передаем слово нашим комментаторам. Мы не сказали самое главное, что сейчас, через несколько минут, стартует два класса. Это Супер Продакшн и Туринг Лайт. Ребята. Супер Продакшн и Туринг Лайт опять вместе, как и в прошлом сезоне. Да, напомню, что в начале этого года Туринг Лайт выступал в объединенном заезде с S1600, а, соответственно, Супер Продакшн с Турингом. Однако эти классы было решено разъединить, потому что, в общем-то, разница в скорости между Лайтом и S1600 была не слишком большой. На старте часто лидеры 1600 упирались в хвост Туринг Лайта, было не очень комфортно. Ну и в Туринге, где самые мощные, самые престижные, самые быстрые машины иногда мешали пилоты Супер Продакшн, когда их на круг догоняли лидеры Туринга. Мы помним даже аварию Дмитрия Брагина и Евгения Мейтаса как раз во время борьбы на круг в последнем повороте к Смоленскому кольцу, в последнем круге гонки на Смоленскому кольце. Так что теперь принято это решение. Дело в том, что у Супер Продакшн Туринг Лайта разница в скорости достаточно большая, чтобы ребята не мешали друг другу на старте, но при этом не слишком большая, чтобы там Супер Продакшн догонял Лайта уже даже в первой-третьей гонке. Кроме того, отметим, что сами машины компактнее. То есть Туринг Лайта довольно маленькие машинки, да, это класс B. Вот мы видим, например, Лады Гранта Леонида Панфилова, пилоты Лады Спорт Роснефть. И с ними проще справляться, собственно, машинам класса Супер Продакшн. Кстати, на что хотел обратить внимание, это то, что в Супер Продакшне, да, у нас так получается, что в этом году в основном борьба между автомобилями Subaru BRZ и Лада Спорт Роснефть. Об этом чуть позже сейчас прием слово Денису Абасову. Да, действительно, нахожусь сейчас рядом с автомобилем Subaru BRZ. Вадим Антипов стартует с пола. И вообще, что касается Вадима, в прошлом году, Вадим, по-моему, ты поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета здесь. Расскажи немножко о изменившейся структуре асфальта. Об этом много в Паддаке говорят. Появились какие-то кочки. Насколько это проблемно? Как ты с этим справляешься вообще? Ну, на тренировках сразу это, конечно, стало заметно. Где-то теряем на этом порядка 0-2 секунды по сравнению с тем годом. Ну, все в одинаковых условиях. Приходится адаптироваться. Один из основных конкурентов у тебя, Андрей Петухов. Ну, если посмотреть таблицу в тотале, да, то есть там совсем немного очков между вами. Готов ли ты к борьбе с Андреем здесь, в Казани? Да, однозначно готов. Мой коллега по гонкам, так сказать, едет чуть быстрее, наверное, чем мы на предыдущих этапах. Но в связи с этим мы их серьезно догрузили. И поэтому сейчас мы примерно наравне. Даже, может быть, чуть-чуть мы побыстрее. Именно на третьем этапе на гонке. Ну, и опять же, сегодня сухая гонка. А мы знаем, что Subaru BRZ очень любит сухой асфальт. Передаю слово нашим комментаторам, ребята. Ну, и, кстати, есть еще один момент, о котором нужно сказать. Это то, что автомобили Subaru BRZ ведущая ось задняя. Ну, а здесь, поскольку покрышки очень сильно изнашиваются передние, то все-таки, может быть, у Subaru будет преимущество. Дальше придем слово Ольге Петриковой и посмотрим, что она интересного нам расскажет. Ну, а интересного я расскажу про Евгения Мейтаса, который, в принципе, стартует за Вадимом Антиповым, готов навязать ему борьбу. Жень, ну, в прошлом году на первой гонке ты был фаворитом. Готов ли повторить успех прошлого сезона? Успех я повторить всегда готов. Вопрос, что пока, может быть, не все, скажем так, не все составляющие этого успеха, они присутствуют. Поэтому ищем, ищем, ждем ряд обновлений от команды, которая позволит бороться на равных с заводскими пилотами. Ну, и плюс, как это, работа над собой все равно тоже никуда не девается. А так, основная задача сейчас – это получить удовольствие от гонки. Мы здесь ради этого. Жень, ну, на первом этапе ты жаловался, что вы не могли подобрать настройки, и сейчас удалось подружиться с автомобилем? Ну, скажем так, от каждого этапа дружба все крепче и крепче становится, поэтому больше понимания приходит. Но сейчас мы понимаем, что вроде как уже дружба установилась, но не хватает некого такого стимула для укрепления отношений. Этот стимул, к сожалению, механический, который от меня не совсем зависит. Ну, и, конечно, хочется спросить о разделении. Если первые два этапа вы ехали с турингом, словно в сопровождении, сейчас же вы стартуете с туринг-лайтом. Рады этому событию, что, наконец-то, с мощным классом вас разделили? Честно говоря, ну, с одной стороны, перед нами никого нет, с другой стороны, мне кажется, когда мы ехали с турингом, это было гораздо интереснее с точки зрения телевизионной картинки. Плюс красивый пелотон, количество участников одновременно, больше 20 машин. Плюс мы не так сильно отличаемся по скорости и смотрелись весьма органично вместе. Здесь же решение, принято там кольцевым комитетом в угоду отдельных частных команд, мне кажется, оно ошибочно. Это мое личное мнение. И прикрываться тем, что это ради безопасности или обгона, неправильно, потому что мы также догоняем туринг-лайт, прошлогодняя гонка, и даже эта гонка покажет, что мы также их за два-три круга до финиша доедем. И будет очень плотная борьба, потому что, извини, туринг-лайт, борьба мы видели на последних этапах очень агрессивная, но очень плотная. И как мы их будем проезжать, большой-большой вопрос. То есть это тоже надо будет учитывать. Поэтому вот эти причины, которые назывались по разделению класса, они достаточно надуманные. Ну, поэтому здесь при решении принято, относиться к этому можно по-разному. Мы едем сейчас в таком варианте. Но со стороны, как зрителя, я хочу сказать, что интересно смотреть все-таки два мощных класса по отдельности. Что ласса, что туринг. Ну, а я передаю слово Денису, который уже находится сзади пелетона в классе туринг-лайт. Денис. Да, Ольга, спасибо большое. Действительно, последний ряд стартового поля. Дальше только последний, собственно, поворот. Рядом со мной Андрей Севастьянов. Андрюш, подмосковный пилот. Как-то неожиданно ты здесь оказался. И были проблемы во время тренировок. Была проблема во время квалификации. Такое ощущение, что что-то с мотором. Расскажи подробнее. Что случилось? Почему ты так далеко? Ну, на самом-то деле, все очень просто. Так как мы выступаем в чемпионате страны, дополнительные тренировки нам запрещены. В четверг я со стороны наблюдал, как ездят автомобили. У нас была возможность попробовать трассу только в пятницу. Потому что моей заявленной трассой является по новым правилам Смоленск и Москва Рейсвей. Соответственно, мы заменили мотор. В квалификации, когда я поехал на быстрый круг, я чуть-чуть зацепил один маркер, повредил подвеску. То есть единственный круг, который я проехал, являлся квалификационным. Но у меня сейчас прекрасная возможность. Большее количество обгонов в этой гонке не совершит никто. Я стартую с последнего ряда. И всех, кого я объеду, все проигравшие. Очень, очень мне нравится эта уверенность Андрея. В общем, парни, ну перед тобой Владимир Черевань, кстати говоря. Это же действующий чемпион России. Его ты тоже собрался обгонять? Сразу. Все, вопросов нет. Ольга, передаю тебе слово. Да, мне вот интересно, готов ли Николай обгонять сразу же и Эльсу Рахметовалеева, и Владимира Шишенина. Как настроен оптимистично Андрей Селастьянов? Ну, самое главное, не попасть сейчас в завалы на первых кругах. А так будем навязывать борьбу. Будем залазить, где будет открываться, сразу же будем лезть. Коль, у тебя была двухмесячная, ой, двухмесячная, что это? Двугодовалая пауза. Перед этим ты выступал в классе туринг. Вот сейчас вернулся, выступаешь в туринг-лайте. Вот эти два года паузы. Чем ты занимался и влияет ли сейчас на твою езду? Да нет, не может сказать, не влияет. Накат, который был, так он и есть. Просто, ну, первоначально в Смоленске мы чуть-чуть вкатывались. Сейчас вкатились, в принципе. Самое главное, чтобы техника не подводила нас. А посмотрим, что будет дальше у нас. Ну, и профессионализм, дело такое. Это был Николай Карамышев. Передаю слово нашим коллегам. Спасибо Ольге и Денису за интервью. Друзья, у нас действительно будет очень много событий в этой гонке. Ну, мы, по крайней мере, надеемся, что все пройдет без аварий. Да, действительно, есть изменения по сравнению с тем, что было на первых двух этапах. Есть изменения по сравнению с тем, что было в прошлом сезоне. Но, если говорить про суперпродакшн, то неизменным остается то, что сражаются команды ЦАФИ Трейсинг и Лада Спорт Роснефть за победу. Но здесь Лада выступила в квалификации не очень. Ну, это, в принципе, трасса, которая, наверное, больше подходит Субару. Плюс Лады здорово смотрелись первые два этапа. Были там, в общем-то, в целом быстрее. И действительно их сильно нагрузили. Прав был Вадим Антипов, да, что сейчас их хороший шанс. И в квалификации они воспользуются. Потому что первый ряд именно у нижегородского коллектива. Вадим Антипов на поле и Дмитрий Лебедев на второй позиции. Разделил их всего лишь 0,009 секунды. В квалификации невероятно плотно два нижегородских гонщика. Но вот посмотрим, кто из них будет лучше в гонке. Но, кстати, я еще раз скажу эту мысль, что действительно здесь у машин с задним приводом может быть преимущество по расходу покрышек. Потому что здесь в основном уходит перед. А поскольку здесь ведущегося у Субару задняя, то, может быть, это будет большим преимуществом. Ну, в общем, посмотрим, как смогут справиться с расходом в первой гонке, которая покороче, попроще. Потому что, опять-таки, прохладнее пилоты Лады. Тем более, что они совсем рядом. Поэтому Евгений Мейтус хоть и жалуется пока на взаимопонимание с автомобилем. Именно он стартует с третьей позиции, лучший из представителей Лады Веста. И только рядом с ним Андрей Петухов, действующий обладатель Кубка страны в этом классе. Кстати, Евгению Мейтусу меняли мотор накануне, соответственно, наших гонок. Дальше с пятого места Владислав Незванкин. Ну и Александр Гармаш будет стартовать шестым. Напомню, что в прошлом году пять гонок подряд эти пилоты сталкивались между собой. Были какие-то контакты. И, конечно, было много шуток по поводу того, что они стартуют с одного ряда. Надеюсь я, что в этот раз обойдется без остановений между главой Лады Спорт и пилотом команды МИФИ. Ну и на себе вместе Илья Обжигалов. Его времена были аннулированы. Честно говоря, не знаю, почему это произошло. В квалификации он был третий. Скорость у Мазды 3 отличная. Но Илья несколько ошибок совершил на прошлых гонках. По собственной вине он доломал машину, сходил. В принципе, потенциал у машины, наверное, даже на подиум. Если только не будет ошибок, не будет проблем. Надеюсь я, что их не будет. Дальше класс Туринг Лайт. И здесь лидер этого класса будет стартовать с пола. Соответственно, в Лайте это Владимир Шишенич. Но всего ничего проиграл ему Ильсур Ахмедвалеев. Там меньше десятых секунды. На втором месте Казанский гонщик. И тут же Родион Шишаков, который также проиграл и Шишеничу Ахмедвалееву считанные мгновения. Далее Николай Карамышев и Леонид Панфилов. Вторая машина Лада Спорта Роснефти. Михаил Симонов, который присоединился к пилотону на Егоре Драйв. Продолжает с нами выступать весь сезон гон на 13-м месте. И Родин Симонидар Рахматуллин. Дальше Ирина Сидоркова и Артем Фридман. У Ирины не было, может быть, такой большой скоростью, но она осталась довольна своим результатом. Только затем Владимир Черевань, действующий чемпион страны в классе Туринг Лайт. И радость с ним Александра Сайникова, хрон для которого пока приносит больше проблем, чем радости. Ну и Андрей Севастьянов, он будет сортовать последним. Но настроен он очень решительно, судя по тому, что он рассказал в интервью. Отмечу я, что если на первых этапах у нас в классе Туринг Лайт примерно в секунде было 5-6 машин, и преимущество Лады было значительным, то здесь такого преимущества у Лады нет. Более того, в секунде 9 пилотов. Та же самая Ирина говорила о том, что да, я 8-я, но мне всего ничего до подиума именно по темпу. А учитывая, что в лонке может случиться все, что угодно, будет много борьбы, наверное, каких-то столкновений, соответственно, есть шанс хорошо себя показать, может быть, прорваться по реверсу, стартовать, соответственно, с пола, да, потому что, ну, понятно, что реверс по квалификации, но, в принципе, она может рассчитывать на то, что будет стартовать из первых рядов. В будущем интересно, но, опять-таки, интересно, как вот этот фактор обедненного заезда уже в таком формате себя покажет. Видите, мы с Олей Петриковой, нам нравится именно этот формат. Евгений Мэтьюс, наоборот, мне нравится. Думаю, что у других гонщиков тоже, я знаю, что у Александра другая машина, наоборот, тоже нравится. В общем, я думаю, что гонка покажет, это в любом случае будет интересно, и обедненный заезд – это всегда такой, как бы, интересный фактор неожиданности, потому что, когда, опять-таки, в конце, как Евгений правильно сказал, пилоты Суперпродакшн будут догонять на круг уже Туринглайт, а там напряженная плотная борьба, соответственно, они будут друг на друга влиять. И Туринглайт могут потерять позиции из-за того, что пропускают на круг Суперпродакшн, и Суперпродакшн тоже может какие-то сложности возникнуть из-за того, что приходится в Туринглайт. Ну, что касается формата гонки, 15 кругов впереди, старт будет с хода. Соответственно, вот эти два момента мы не забываем про кочки в двух поворотах, которые также могут серьезно повлиять на распределение мест на финише. Да, и если у Супару есть преимущество здесь, с точки зрения заднего прибыта, по расходу резины, может быть, по выходу из скоростных поворотов, то вот на этих кочках именно Супару в большей опасности, потому что, как вы понимаете, при там заносе перед неприводной машиной ты можешь газом просто вытянуть, то же неприводную машину поймать гораздо-гораздо сложнее, и в этом смысле, конечно, эта трасса, может быть, в меньшей степени прощает ошибки именно пилотов Софи Трейсер Тим. Но, что касается вариантов возможных там прохождения, да, траектории, то надо все-таки чуть поболее в такому внутреннему радиусу проходить, потому что снаружи машину сразу выбрасывают очень сильно. Ну что ж, все готово к старту гонки. Стартовая решетка сформирована, пилоты выстрелились в две линии, сейчас они выйдут из последнего поворота, и когда погаснут красные огни светофора, первая гонка для этих двух классов в рамках третьего этапа СМП РСГ начнется. Туринг Лайт Супер Продакшн. Ждем мы старта. Старт, поехали! Прекрасный старт для Андрея Петухова. Как мне показалось, он гораздо лучше среагировал, чем Дмитрий Лебедев, но все-таки Субару сохраняет первые две позиции, как сохраняет третье место пока Евгений Мейтис. Здесь Петуховский, Паукобок, попробует, может быть, остаться здесь снаружи, чтобы во втором породе быть внутри. Мейтис пока, может быть, чуть-чуть хуже сориентировался, но вот смотри, Паукобок две лады. И смотри, Мейтис-то нет, он атакует уже Лебедева. Браво, Евгений Мейтис! Да, у Дмитрия старт получился не слишком, может быть, таким успешным, но, тем не менее, он внутри. Да, год пока у Мейтиса не прошел, и, более того, здесь он, может, чуть хуже вышел, хотя и Лебедев вышел не очень удачно с второго поворота, и здесь его Петухов уже во все атакует, а в турнир-билайсе будет очень плотная борьба. Здесь пока Леонид Покфилов не прорывается, его там очень плотно прессуют соперники. Я увидел, что Андрей Севастьянов одну позицию уже отыграл. В первом же повороте Александра Сальникова он прошел. Смотри, прям прессует буквально в каждом вираже Петухов Мейтиса. Это немножечко в пользу здесь Дмитрия Лебедева. Он, может быть, сейчас сможет отрываться. Антиков уже отъехал хорошо, а вот Лебедев пока с первых же кругов в первом же повороте. Вот и так здорово отрывается, и очень близко там Илья Обжигалов и Александр Гармашко пилотом на лады-вест. Смотри, Гармашко на хвосте у Висванкина. Знаешь, а может быть, есть и командная тактика в Софи Трейсинг, в том плане, что здесь Лебедев будет таким верным оруженостным для Вадима Антимова поможет ему, ну, в какой-то степени чуть придержать позади быстрые лады. Может быть, видели мы атаку на Николая Карамышева со стороны Михаила Симонова. Симонов прошел Карамышева, а себя с одним справился с Илья Сидаркова. Еще одна позиция отрывалась для него. Черевань также, как мне показалось, одну позицию отыграл, прошел Ильдар Рахматуллина. Ну, они уже третью гонку подряд нет рядом, и в предыдущих случаях это все заканчивалось авариями. Ну, да, это было, скажем так, не по их вине. Напомню, что у Ильдара отличная скорость всегда была на предыдущих годках, но много было очков потеряно из-за аварии с Родионом Шишаковым. Здесь продолжается... Ой-ой-ой, посмотрю, Антимов перетормаживает. Проблема с тормозами, похоже, он вылетает с трассы. Я боюсь, как бы он там не застрял. Да, здесь, к счастью, не застрял, но потерял очень много места. Возможно, квадратил резину, и большой его отрыв здесь нивелировался. Так, от контратака Карамышева на Симонова, буквально две машины, их выносят широковато, и этим сейчас попробует воспользоваться Леонид Панфилов. Посмотри, Черевань, да, несколько позиций сыграл. Здесь три машины, вряд ли, смотри, Панфилов внутри. Симонов не слишком агрессивен, оставляет место здесь молодому орловскому гонщику, который здесь проходит. Уже Симонова атакует Карамышева, и Карамышева тоже оставляет позади. Напомню, у нас черноземное дерби, потому что город Курск представляет у нас Николай, и Орел, соответственно, не одни. Но на самом деле это все происходит за спиной Владимира Шишенина. Тот уезжает, и уезжает, кстати, не один, а вместе с Ардионом Шушаковым. Да, там недалеко Элисурах Матвалеев, два длота команды Тиби Рейсинг. Посмотри, не уезжая, Шушаков на хвосте у него. Второй вряд, Черевань, вот это Черевань, да? Черевань, Симонов, да. Симонова съел, Карамышева съел на одной прямой и догнал своего земляка, еще одного орловского гонщика. Лид Панфилов, но Карамышев не сдается и отыгрывает свою позицию. Такая там потрясающая борьба. Да, невероятно. И тут же, посмотри, Ильдар их догнал на своей домашней трассе. Ну, понятно, что он ее хорошо знает, и здесь у него отличные шансы на то, чтобы хорошо завершить эту гонку и занять высокую позицию. Может быть, даже и на пьенестале. И, посмотри, Черевань в итоге потеряла, Симонова пропустила и немного вынесла там широко. Спрятит здесь его бы даже обочину. Его там Фридман атакует. Ильдар уже прошел. И Севастьянов, посмотри, тоже сейчас здесь борется. Очень красиво здесь борьба в хвосте пилотона. Сидаркова, смотри, пользуется этой борьбой, проходит Севастьянова. Атакует Черевань. Потрясающе. Так, Туринглайд в этом году нас... Да, смотри, прошел. Просто Черевань потерял за два поворота, наверное, позиции пять. Туринглайд нас в этом году радует очень интересной, красивой борьбой. Так, ну, Севастьянов. Севастьянов, получается, что? Только всего одну позицию. Тогда он был впереди Сидарковой. Да, но пропустил в итоге Сидарковой и Черевань. И Черевань сражается с Ириной. Они однокомандники, выступают за категорами ралли. И у них еще есть третий напарник, это Николай Карамышев. Но он пока впереди. Да, он гораздо ближе к лидеру этого класса. Да, здесь Сидаркова чуть медленнее. Севастьянов вовсю атакует, но пройти не может. И его, в свою очередь, атакует здесь Черевань. Бок о бок они в штопоре на спуске. Сейчас в этой фазе штопора будет выгоднее позиция Черевани. Но на выходе напрямую, конечно, впереди будет Севастьянов. Потому что именно в его пользу поворот. Да, ну очень, очень сложный там перепад высоты. И надо машину удерживать огромным усилием, чтобы она не теряла в скорости при этом. У Черевань явно есть преимущество. У машины легенькая после неудачи прошлых гонок. Но пока вот он вроде бы прорвался. Но вновь все гоните с полу назад. Сейчас он находится Севастьянова. Сидаркова там закрывает внутреннюю траекторию сразу. А на всякий случай, что называется. А Банфилов здесь явно медленнее Карамышева. Карамышева личная скорость была и в Петербурге. Ой-ой, дымит одна из машин. По старте прямой сейчас промчалась. Автомобиль весь в дыму. Масло разбрызгивает по прямой. Это кто-то из Суперпродакшна. Думаю, что мы потом увидим на повторе, кто именно это. Да, это, к сожалению, Мазда. Илья Обжигалов. Илья Обжигалов. То, о чем я говорил. Что или свои ошибки, или технические проблемы. И отлично спорить с машиной, к сожалению, спорить. Но надо быть осторожен здесь на торможении. Здесь может быть масло. Карамышева вовсю здесь атакует. О, да, вот видишь, смотри. И ошибаясь здесь, судя по прямой мочи, скользко на входе в первый побород. И сейчас Симонов воспользуется этим. Да, Михаил Симонов здесь проходит. Да, там, кстати, сразу несколько машин вот так перетормаживают. Но действительно, видимо, есть какое-то скольжение, какие-то технические жидкости там разбиты. Ну, конечно, Симонов был не прав. Когда только ты пошел, надо было сразу прижиматься к Петлону и оставлять все масло там, не на траекторию. А сейчас траектория очень скользкая. Это одно из обгонных мест. О, посмотри на Ильсура. Он догнал Родиона Шушакова. Родиона не смог пройти Шишенина. Отвалился здесь немножечко назад. И его проходит напарник по команде. Казанский гонщик Исурах Митвалиев. Но размин позициями есть. Пежо очень быстрая машина. Может быть, у Родиона как-то не совсем с давлением угадали. Но вот сейчас посмотрим, сможет ли Ильсур догнать Шишенина. В квалификации скорость угла очень близка. Поэтому, в принципе, по чистой скорости на одном круге Ильсур может бороться с победой. Да, проблема в том, что Курков здесь 15-й, не один. Это правда. Но Леонид Панфилов, на самом деле, там на четвертом месте, получается, идет в этом классе. Сдерживает большую группу. И тот же Карамошев, естественно, хочет Леонид как можно быстрее пройти, чтобы броситься, собственно, в погоду за пилотами Тиберейстера и бороться, может быть, здесь за подиум. Выход на стартовую прямую. Обратите, каким получился у Евгения Мейтеса. Там очень здорово подвеска отработала. Но в то же время как-то опасно все это выглядело. Потому что машина буквально бросала там в разные стороны. У Лебедева не получается отъехать здесь от соперников. Видели мы, что заходили совершенно по интернативной траектории ребята. Не снаружи, а внутри. Это правильно. А внутри, потому что скользкие какие-то, видно, физические жидкости на траектории. Как-то скачет здесь машина Евгения Мейтеса. Как будто какие-то проблемы совершаются, по нему, честно говоря. Мне тоже так показалось. Причем это происходит не в каждом повороте, конечно. Да, там взяли все, видишь, с середины поворота тормозят, потому что снаружи очень скользко. Да, это интересный фактор в этой гонке. Фридон здесь ошибается, пускает вперед. О, смотри, там какие-то проблемы у Карамоша. Карамоша впустил вперед Симонова. И уже он не прессует Панфилова, а Симонов как раз-таки здесь прессует Панфилова. Больше мне кажется, что вот эти рейсы здесь не отрываются от Орловского гонщика. Испирин Смирон даже стал подтягиваться к своим соперникам из Ленинградского теллектива. Знаешь, тебе не показалось, что вот в том месте, где был обгон, были желтые флаги? Может быть, но здесь видишь же, вроде как ошибся соперники, где даже не совсем был обгон. В общем, не знаю. Действительно ситуация, что называется, рискованная. Да, такая двоятая. Может быть, дело закончится штрафом, может быть, и закончится. Но опять-таки есть множество камер на трассе, судьи посмотрят потом со всех точек зрения. Да, Симонов, смотри, явно у него сейчас машина заработала. Вначале как в норчика X-Line ехал хуже. И сейчас он во все атакует Панфилова. Напомню, что в прошлом году выступал здесь в Казани Симонов. Был очень хорош. По-моему, Антон Сботок выиграл. Ну, на подиуме точно был оба раза. И оказался одним из фаворитов на своем Rio X-Line. Но вот здесь нет, пока ни о каком доминировании речи не идет. Но скорость на подиуме у него, возможно, есть. В суперпродакшне все относительно спокойно. Там позиции не меняются, насколько я понимаю. Да, но отметил, что гармаш близок к незванке. Но у Владислава нет преимущественной скорости. Более того, смотри, гармаш уже начинает атаковать. Старые друзья-соперники здесь незванки раскрывают ректорию. Но гармаш ездит очень осторожно. Он всегда старается, чтобы без столкновений все проходило. Но иногда, к сожалению, у них эти столкновения были. Но они часто были такие небольшие, мягкие, скажем, там, бамперы друг другу замятят или что-то подобное. Но бывали и более серьезные аварии как раз у этих двух пилотов. Да, да, действительно. Я прошу эти слова. Ой, 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 теряет машину здесь на спуске в штопор гармаш. Так что, да, до борьбы дело не дошло. Причем у него здесь были проблемы тренировки. Его развернул, он едва не перевернул машину здесь. Ошибся с давлением тормозов. Слишком сильно задние колеса заблокировались. А Мейтес вновь просто под огнем атак со стороны Петухова. Петухов попробовал здесь Евгения обмануть. Попробовал идти снаружи, затем внутрь. Но Мейтес не прочел и закрыл ему территорию. Так что, я думаю, сейчас Андрея вряд ли получится отгон. Честно говоря, только если у него лучше выйдет, но и выход у него, по-моему, похуже с поворотом, чем Евгения. Да, здесь не получается. Очень интересная борьба в этой паре. Две Лады. Одна команда Лада Спорт-Руснеев, вторая Ликар Рейсинг. Вот в повороте есть кочка. Но здорово плодопрот проходит, без проблем. В прошлом году, как вы уже перед стартом Лодки, мы вспоминали, доминировал здесь Евгений. По-моему, у него был большой шлем даже в первый год. Там была победа, лучший круг, пол, литирование большую часть дистанции. Может быть, даже старта до финиша. Очень подходила его грант эта трасса. Но потом, к сожалению, была авария в Мечково с Риханским. Гранта была уничтожена. А следующая машина, которую мы собрали вокруг нового куза, уже была не так удачно, как та машина. Ну и вот с Вестой тоже пока не так здорово, как с той вот первой грантой. Но, тем не менее, мы видим, что сейчас на третьей позиции Евгений. Учитывая, что Субару здесь преимущество на нас качат просто не играет. А я, правда, с партизаторами, честно говоря. Да, передняя часть остановили. Так говоря, Панфилов пустил вперед уже Симонова. И теперь он догнал опять Карамышев. Там же Фридман атакует его вовсю. Но здесь, не знаю, в конце прямой старт, финиш будет обгон или нет. Да, и мы не уверены, можно ли здесь обгонять. Сейчас посмотрим, походу на желтый масло на трассе. Желтый флаг там, по-моему, нет. Желтый флаг был на следующем посту. Да. Но сейчас его нет. Убрали машину, желтый флаг нет. Да, здесь можно обгонять в первом повороте. Это опасно из-за скользкой трассы, но штрафа за это не будет. Так что, может быть, тогда в том эпизоде тоже желтый флаг уже убрали. Это было масло на трассе. Тут вряд ли. Посмотрим, посмотрим, что скажут Сумнеев и скажут ли что-то вообще по этому поводу. Совершение отъезжает от пилота в Тиберейсинг. И Сур не может оторваться от Родиона. Родион, может быть, и хотел его обогнать, потому что ему, возможно, в чемпионате эти очки важнее. Потому что, опять-таки, напомним, что Ирисур просоединился именно к Туринглайту на втором этапе. Первый этап он провел за рулем, соответственно, Субару и Берзи от команды Софи Дрейсинг Типа. Огнался на подиум. Поэтому ему, конечно, сложнее. У него есть некие гандикапы. И за титул, наверное, он будет оборудоваться сложно. Даже за медаль. А Родион туда сборется, как минимум, и зовется чемпионский титр. Хотя, может быть, еще не теряет надежды взять борьбу к Шишенину. Ну, Владимир Шишенин уже все далеко. Да, смотря так, Шакова. Шаков атакует Ирисура. Сейчас будет торможение в него входит в внутренний радиус. Но я думаю, что Ирисура здесь не будет очень сильно жестко сопротивляться. Он тоже все прекрасно понимает, что для команды важен дубль. Тем более, что там, смотри, Банфилов уже и Карабаш атакует. Сейчас, так мне кажется, пройдет. Но там в той группе прям совсем жесткая борьба. Там четыре машины сразу. Здесь два партнера по команде. Они такую более корректную все-таки тактику избрали. И это понятно. Да, в чемпионате Родион сейчас на четвертое место. Он проигрывает шесть палок Карабаш, который третий. Да, смотри, Банфилов потерял две позиции. Пустим, кто-то Николая и здесь Артема Фридмана. Но Ирисур, смотри, контратакует. Нет, есть скорость у него тоже. Очень близкие соперники. А Ильдар там сражается позади. Смотри, контратакует Банфилов Фридмана. Сзади борьба Себастьянова и Ильдара Рахматулина. Банфилов здесь вроде бы возвращает полкорпуса преимущества. Но следующий порт будет пользу Артем. Пользу к турбурскому гонщику. Ну, очень близко. Две машины. Но Леониду Банфилов здесь, конечно, будет сложно. Все-таки по внешней траектории отыграть у Фридмана какие-то секунды. Но только если за Фридман не ошибется. Да, чуть ошибается. И теперь внутри, перед штопором, именно Орловский гонщик. Думаю я, что попробует он сейчас войти в штопор хотя бы бок о бок. А дальше за счет более выгодной траектории свой Петербургской обижали пройти. Здесь-то контакты между ними доходят. Да, чуть-чуть так подвинул. Но аккуратно. Вот без грубости, что называется. Да, это кузовные гонки. Здесь есть контактная борьба. Но все должно быть интеллигентно. Но пока здесь остается впереди Панфилов. Да, но преимущество в скорости явно есть у Вольсвагенов. Как в этом случае, в этом случае, в паре, кстати, тоже Лада и Вольсваген. Ильдар только на незаводской Ладе Гранта. И с ним сражается руководитель команды Бетюнг Андрей Севастьян. Да, ну, весь пилотон пока Севастьянов не прошел. Но пару позиций отыграл все-таки, стартуя с последнего места. Сейчас перед ним Ильдар Ахматуллин. Вот в этой паре тоже, возможно, будет в ближайшие 2-3 круга. Да, ответим, мы не сказали, что несколько пилотов у нас не участвуют в этом заезде. Из тех, кого мы видели до этого, это Николай Виханский. Его машина была сильно разбита в аварисе Кеннием Мейтас. Мы признали гоночным инцидентом. И пока еще даже кузов не вытравили полностью. Поэтому Виханский сейчас с семьей отдыхает в Крыму. А что касается Артема Лякина, то изначально планировал проходить 3 этапа. Но, скорее всего, он еще появится уже на Москову рейс или в Смоленске. Но вот этот этап он пропускает. Посмотри, Симонов догнал у нас пилотов Тибирейсинг, как я и предполагал. И уже сейчас на хвосте там у своих соперников очень плотная борьба. Здесь Фридман чуть-чуть позади Панфилова. Но до реальных атак дела здесь пока не доходит. Так же, как и у Симонова. Хотя нет, Михаил близок. Догнал. И более того, это там хорошая новость для Родиона Шапо. Потому что Ильстур сейчас вынужден будет обороняться. Там же Карамышев подъезжает к этой группе. А Родион может вздохнуть спокойно, показать несколько хороших кругов. И, в общем, создать себе безопасный сделок. Как оторвался Шишенин, посмотрим. Просто невероятно для Владимира. Ну, у него в этом году нет конкуренции. Одну гонку только не выиграл. И то я, в общем, в принципе, был не так и далеко от того, чтобы все четыре гонки забрать себе. Да, у Владимира Шишенина, конечно, огромное преимущество по ходу текущего сезона. Но надо сказать, что очень часто это преимущество, наверное, у соперника, который горится между собой, который упадает в аварии. И, как бы, сказать, что машина доминирует по скорости, нельзя. И, например, Леонид Панфилова, что нет, никак не депенируя речь не идет. Он, в общем, потерял много позиций. Просто героическими усилиями здесь сдерживает Артема Фридона, который явно гораздо быстрее. То есть, получается, что доминирует не машина, а сам пилот, Владимир Шишенин? Да, причем именно опытом. То есть, может быть, там, где нет чистой скорости, ему удается собрать идеальный круг ночи. И там, где, может быть, Шишаков быстрее на дистанции, да, но он долго прорывается, а Владимир быстрее обходит соперников. Или, наоборот, там Шишаков с кем-то сталкивается, а Владимир, соответственно, нет. Но, действительно, опыт огромный. Помню, что есть и медали в туринге по итогам сезона у Владимира и многочисленные титулы в 1600. Вот в прошлом году, к сожалению, остался без медали, был только 4-й, это в СТИ 600. Но вот в этом году хочет пополнить свою комьюнку, безусловно, медали по итогам сезона, причем высшего достоинства. И, более того, это именно чемпионский титул, а не титул обладателя Кубка страны, потому что это у нас чемпионский класс турбай. Тут и Михаил Симнов активизировался позади, в Сурахе Твалеева. И Карамошев тогда, и Танал Карамошев. Я думаю, что и Фурдинбов их тоже догнул, если бы смог пройти Банфилов. Так, здесь Андрей Петухов, но только Женя уже, наверное, на 7 кругов пресинкует Евгения Метеса, но пока все безрезультатно. Метес просто героически сражается, все видно, насколько его машина менее устойчива, она скачет там в воротах. И насколько стабильнее машина Петухова, но, правда, Евгений умудряется отбивать все атаки, просто, честно говоря, право. Это отчетливо видно! Это невероятно, там просто уже нет амортизаторов, у меня зафутикло все, что там было просто в этих амортизаторах. Как он вообще справляется, как он остается в траектории, мне совершенно непонятно. Очень ему будет трудно сдержать Петухова. Это пожелаемый усил, все называется, потому что, когда машина, типа, немножечко подходит, то, в общем, с другой стороны, может быть, сейчас мобилизуется. Если сможете сдержать соперника позади, то, в общем, еще больше уверенности их обретет. Да, но пока машина похожа на такую прыгающую лягушку больше, потому что это происходит буквально в каждом повороте, на каждом участке. Да, это движение, подъемы, причем будет буквально небольшое, оказывается, давление на амортизаторе, она начинает скакать и долго не успокаивается. Да, невероятно просто. Но, тем не менее, он держится, он держится на третьем месте сейчас. Вообще идеальная траектория, нигде не ошибается, здесь что-то попадает на апексы, хорошо разгоняется. А сейчас незванкин к этой паре может подъехать, и посмотрим, как бы, может быть, он начнет оказывать давление на Петухова, и это будет хорошая новость для Мейтеса, он сможет передохнуть. Но Евгению бы еще пару кругов бы выстоять, тогда, может быть, Владислав и подтянется к Андрею. Ну, а Владислав-то в чемпионате у него все хорошо, да, и там преимущество большое? Да, там большое преимущество, он много очков всем своим соперникам вез, но, опять-таки, да, допомнил, чтобы машина была до этого легкой. Сейчас она нагружена, сейчас он достаточно далеко, и только пятое место, при том, что Антимов фактирует. И сейчас отличный шанс, чтобы Антимов здесь и Петухова прошел, вышел, наверное, здесь на чемпионате, и до незванкин свой отрыв сократил. Опять-таки, для Петухова тоже важно, чтобы между ним и... О, смотри, здесь Карамашев атакует Симонова. Симонов не смог справиться здесь с пилотами Тиберейсника, и уже, в свою очередь, его атакует здесь Курский гонщик. Небольшая из-за шага была Симонова на перекладке, но Карамашев этим не смог воспользоваться. Карамашев, напомню, долгий год выступал в туринге, у него 7 побед в туринге, и, в общем-то, это пилот с самым большим числом побед без титулов, именно в классе туринга. Ну, это такая, не самая радостная статистика, все-таки, с учетом того, что ты за титул ни разу, наверное, так и не поборолся, да? Ну, скажем так, посмотрели хорошее выступление у Николая, но этот перерыв, конечно, не пошел бы на пользу, действительно, на первом этапе он скатывался, но уже есть победа в туринг-лайте, есть борьба за подиумы, но вот сейчас он борется в четвертое место Симоновова, и это, опять-таки, хорошая новость для пилотов Тиберейсника. Они сейчас имеют возможность немножечко передохнуть, набрать хорошие очки, напомню, что Тиберейсинг борется в командном зачете с Ладой Спорт-Роснефт, там двух траты были у Лады преимуществ, тоже сходил паут у Лады, и у Тиберейсинг 76 только баллов, они на 7 баллов опережали Академию Райли, но сейчас явно оторвутся на Академию Райли, и-ка лазим, может быть, немножечко подтягиваться. Так, вот машина Вадима Антимова. Как здесь режет, смотри, поворот, прыжки буквально здесь через поребрики в цветах флага Детарстана. Севастянов так и не может пройти у нас пока Эльдар Рахматулина. Но Череванин прошел? Череванин прошел, Череванин там близок, и мы знаем, что Тиберейсинг, мне кажется, потерял, но по-прежнему Череванин прошел. Сейчас Ира последний, только, ну, тут Ухсальников еще дальше, там мы видим, что пока его Фиона продолжает движение, слава Богу, без схода, но явно он медленнее чем соперник. Здесь Николай Карамышев, позади Михаила Симонова по-прежнему, и вот там в хвосте пелотона борьба, возможно, будет сейчас у Севастянова и Ильдара Рахматулина. Здесь Ленин Памфилов по-прежнему везет за собой Артема Фридмана. Мы знаем, как Ильдара Ресур всегда здоровы умели обороняться, даже когда выступали на крошках или на твинго, а уж на более крупной машине, тем более. Вот, случилось то, о чем я говорил, Мейтис выдержал еще два круга. Везванкин догнал Петухова, мы видим, что уже Андрей сейчас скорее смотрит из реклаза одния вида, чем адакует Мейтиса. Появился небольшой разрыв из между Евгением и Андреем, примерно в два корпуса автомобиля. И сейчас, если Везванкин еще чуть-чуть активизируется, начнет оказывать давление на своих напарников, вот, Ладо Спорт Роснефть, то Евгения будет возможность отъехать. Ладо сейчас не ошибаться, не радоваться слишком сильно тому, что, может быть, появляется этот шанс выдохнуть, а наоборот, собраться, эти последние два с половиной круга пройти максимально сконцентрированно. Ну, я опять же сомневаюсь, что Везванкин будет очень жестко атаковать своего партнера по команде. Наверное, нет, все равно все это будет происходить разумно. Ну, естественно, потому что, во-первых, сегодня еще вторая гонка, во-вторых, все-таки нужны хорошие и большие очки, ну, еще даже не середина чемпионата, она у нас наступит, напомню, между двумя гонками на Москва-рейсе на следующем этапе, так что еще очень много заездов впереди, нужно набирать очки. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь что-то случилось с одним из пилотов Тиби-рейсинг, посмотри, это Кирс Исур, да? Да, Кирс Исур Ахметвалеев, он потерял сразу два места, он пустил вперед и Симонова, и, соответственно, Карамашева, причем, мне кажется, возможно, там была ошибка вот именно на скользкой дороге, на скользкой трассе в первом обороте, но это положение, может быть, я не прав. Не знаю, но факт в том, что Исур Ахметвалеев две позиции потерял, а Родион Шужаков остается в одиночестве среди... Это плохая новость для Тиби-рейсинг, соответственно, в борьбе в командном зачете, ну, понятно, для Исура в личном, и Симонов теперь у нас на третьем месте, это потенциальный подиум, так что... Очередная атака Петухова по внешнему, здесь попробует лучше выйти, может быть, чтобы быть или что, про внутри, но нет, пока не удается. И это предпоследний круг гонки, Евгений Витасу осталось продержаться совсем чуть-чуть. Более того, сейчас потихонечку догоняют пилотон Туринг Лайт, у нас пилоты Супер Продакшн, так что, кто знает, может быть, на последнем круге это тоже внесет свой вклад в борьбу между, соответственно, этими гонщиками. Фактор неожиданности, да, как таковой? Но Сальников Витасу, я думаю, догонится, на самом-сам конце, так что здесь... А, Евгений чуть-чуть ошибся вот здесь, поэтому его смог здесь Петухов поравняться, в какой-то момент вышел на пол корпуса вперед, но второй поворот был в пользу Митасу, и он позицию смог сохранить. Но здесь все очень плотно и очень близко вот в этой группе, Андрей Петухов еще раз там пытается показать себя чуть на иной траектории по отношению к Митасу. У Евгения продолжает прыгать машина, очень сильно раскачивается передняя ее часть. Да, конечно, очень интересно будет узнать у него, что же там происходило. Но если он перейдет на пользу, то мы это узнаем, я думаю, сразу после гонки. Если его сможет Петухов пройти, то перед стартом следующей гонки, конечно, Евгений с нами поделится. Но как бы эта гонка не совершилась, лично для меня он один из героев этой гонки, потому что машина явно... Да, смотри, догнали Сальникова. Вот сейчас будет сложно. Евгению нужно этим воспользоваться, финальный круг гонки. Важно, чтобы он сейчас не уперся в Сальникова, с одной стороны, и желательно прикрыться перед следующим поворотом именно Александром от своих соперников, Зала Спортросске. А Типов тоже догнал в группу, Чареване уже позади. Севастьянов пока его не пропускает, но я думаю, что это дело времени. Андрей очень опытный гонщик, и да, здесь... Да, потихонечку. Но, опять-таки, это плохая новость в плане борьбы с Севдаром для Себастьяна. Вот, где Севдар тоже пускает Вадим вперед. А там, конечно, довольно был большой отрыв для следующих соперников. Так что еще не знаю, сможет ли Вадим догнать по ходу этого круга. Ну, факт в том, что он на этом не потерял много времени, да, и здесь все прошло очень аккуратно и корректно. Да, для Софи Трайсингтин очень спокойный гонка. Короче, Фьёна быстрее Лебедева. Оказалось в какой-то момент, что пилоты Лады смогут Дмитрию навязать борьбу, но вот затем как-то в Субарах очень быстрее и смогу оторваться. Вадим же здесь в прошлом году побеждал, да, насколько я помню? По-моему, да. Но в первой уголке точно выиграл Мейтас, а в второй, я не помню, кто был победителем. Здесь отбился у нас Ивдар. Третья позиция у пилота Лекард, потом, соответственно, Петухов и Незванкин. А, кстати, нет ли большого шлема у Вадима Антипова? У кого лучший круг в Супер Продакшене? Надо посмотреть. К сожалению, здесь плохо работает интернет, поэтому тайминг у меня обновляется. Вот я не скажу, у кого лучший круг. Уж простите меня, друзья. Но, опять-таки, сельское место, то есть камьон здесь, конечно, с сигналом телефона бывает сложности. В общем, мы обязательно этот момент тут же уточним. Но что касается класса Туринг Лайт, то там Владимир Шершенин. Да, опять безоговорочное лидерство фактически его старта до финиша. Ну, вот сегодня у него соперников не было действительно. Здесь я согласен. Доминирование. В какой-то момент казалось, что Сушаков к нему подъезжал, но, в общем, не удалось. Смотри, что интересно. Борьба на Туринг Лайт продолжается. И здесь Симонов и Карамашев догнали у нас Сушакова уже. Во всю его атакуют. Ильсур там. Какие-то проблемы явно. Ильсур, смотри. А, нет, Ильсур дальше. Все хорошо. А то он просто спрятался за машиной Карамашева. Я его не видел, испугался. Смотри, ошибка Сушакова. Симонов его атакует. Как бы сейчас. Да, и там гон есть. Сушаков теряет позицию. Тут же Карамашев. И он такой поплыли шину, судя по всему, у Родиона. И вот, а затем вне подиума. Последняя отчаянная атака. И вот так вот вместо двух машин на подиуме Тибирейсинг не одной. Вот это да. Да. Ну что ж, победа Владимира Шишанина. Очередная. Четвертая в пяти гонках. Симонов, браво. Как он прорвался с глубины. Карамашев в третью. Отличная гонка для Куряний. Только потом два минута Тибирейсинг. Леонид Панфилов и Артем Фридман практически всю гонку ехали вместе. Да, то есть, причем и позициями-то как таковыми не менялись. Кстати, я вот через телефонную связь посмотрел по таймингу. Да, действительно, Вадим Антипов выиграл. У него, именно, в лучшее время круга показал 1.33340. И это на три десятых секунды быстрее, чем в лучшее время Дмитрия Лебедева. Так что, действительно, сегодня Антипов был несколько в своей лиге. Получил большой шлем. Это, напомню, 27 баллов. То есть, 25 баллов за победу и по очку за лучший круг и полупозицию. Да, но, опять же, на Москва-Рейсе и Субару будут тяжелее. Это тоже фактор, о котором не стоит забывать. Да, но трасса все равно им подходит. Трасса все равно им подходит. И, может быть, там этот вес будет не так важен. Так что, вообще, в принципе, все эти три автодрома, и Егора, и Казани, Москва-Рейсовой, Субару подходит. Но вот на Егоре, честно говоря, ждал я большей скорости от них. Здесь пока все оправдывается. На Москва-Рейсе им тоже будет чуть полегче. Посмотрим, что будет дальше. Ну, я думаю, что для них, конечно, самое важное – это себя хорошо показать в Нижнем Новгороде. На предпоследнем этапе сезона, в конце сентября, будет наверняка холодно, интересные условия. Но очень большой популярностью после прошлогодних успехов, в том числе у себя дома, пользуются софит-рейсинг-тим в Нижнем Новгороде. Много у них болельщиков. И, конечно, все ждут. Ждут, очень надеются, что зрители все-таки пустят у нас на трибуны N-Ring, когда Нижегородского конца не смогут болеть за этих парней из Нижнего Новгорода. Ну, Евгений Мейтес, я думаю, очень устал, очень сложная гонка. Максим Чернев, его тренер, вел его. Здесь поздравляют его и Сева Гогена. В общем, конечно, все, я думаю, сейчас в восторге от того, что сделал Мейтес, потому что явно его машина чувствовала себя нехорошо, и он смог держать позади две заводские лады. Знаешь, а я сейчас поймал себя на Мурсе, что чуть ли не впервые у нас не будет желтый... Мурсе, что чуть ли не впервые у нас не будет желтый... Мурсе, что чуть ли не впервые у нас не будет желтый... Мурсе, что чуть ли не впервые у нас не будет желтый... Субтитры делал DimaTorzok Казань, солнце, лето и ты опять на подиуме. Такое ощущение, что вся борьба была где-то там за твоей спиной, ты просто взял и уехал. Ну да, работали в штатном режиме, машина была отлично настроена, все действовали согласно, так как тренер сказал. Собственно борьбы сегодня у меня ни с кем не получилось, может быть это и хорошо для первой гонки, потому что скоро будет вторая. Сложности составили разлитое масло в первом повороте, но слава богу есть рация, мы быстро адаптировались, нас предупредили вовремя. Все, сложилось для нас отлично, мало того, у нас дубль. Слушай, ну достаточно агрессивно ты резал поребрики, мы заметили, то есть несмотря на то, что борьбы, как ты говоришь правильно, у тебя не было ни с кем, но все же как бы ты топил по полной получается. Не совсем по полной, да, я резал, я брал ту траекторию, которая была заложена на тренировках, но запас еще был. Отлично, поздравляем Вадим Антипов, я передаю слово Ольге, которая сейчас поговорит с Евгением Мейтесом, вот у него гонка выдалась действительно жаркой. Да, Денис, это правда действительно жарко, и я считаю, что Евгений Мейтес просто герой этой гонки. Жень, ну всем любопытно, и комментаторам, и зрителям, всем, что было с твоим автомобилем, потому что он словно галоп нам показывал. Ну, галоп галопом, но все равно не хватало чуть-чуть скорости и стабильности в поворотах. В последней части автомобиля была очень сильно нестабильной, из-за этого проигрывал, ощутимо в поворотах отрывал, как бы искал другие траектории какие-то, как, чтобы отстоять. Ну, борьба с Андреем была очень такая напряженная, у меня в этом, в принципе, году, что в первой гонке с Антиповым Вадимом была такая интересная борьба, где я защищал позицию, но в итоге он меня проехал здесь. Я сумел атаки все отбить и крайне рад этому. Это, на самом деле, подарок судьбы для нас, для команды, для механиков, для тренера, для тех, кто меня поддерживает. Ребята, привет! Вот для тренера Василия Михайловича Ковачева, все, кто помогал настраиваться на гонку со всеми теми перипетиями, которые мы столкнулись в тестах. И, по сути, не удалось потренироваться, настроить машину. Это, я считаю, максимальный результат, на который мы могли рассчитывать. Почему машину твою колбасил? Объясни, какие-то технические проблемы были? Нет, ну, не знаю, сейчас будем смотреть, что-то с задней подвеской, просто она при проходе, прохождении поворота, она нестабильно себя вела, скакала, из-за этого потеря была в скорости на выходе. Ну, приходилось компенсировать оборонительными действиями со своей стороны. Ну, мы смотрели, держали кулачки, думали, ну, все, сейчас слепстримите, а просто Петухов обойдет. Но ты выставил? Выставил, брал другой заход, чтобы максимально видел, где, ну, скажем так, у меня есть небольшой запасик, и когда этот запасик был, в принципе, чуть выдыхал. Потом, если была ошибка какая-то, опять же, выход из поворота не такой, как сжимал все части тела, прикрывал внутреннюю траекторию и удержал, удержал. Ты молодец, Евгений Мэйтос, второй подиум уже в этом сезоне, классное начало. Денис, тебе слово. Тут у нас вот такая любовь, на самом деле, Владимир Шишенин, победитель гонки в классе Дурень Клайт. Но поверни камеру, покажи, здесь супруга Вовы, во многом благодаря ее присутствию Вован продолжает доминировать. Вов, там опять, вот как у Вадима Антипова, все где-то за спиной у тебя происходило, просто взял и уехал. Не, на самом деле, поначалу очень сильно меня прессинговал Родя, потом помогла Мазда, пролила масло, пока все ориентировались, я быстренько уехал. Потому что они пару раз мазанули, между ними началась борьба, я быстренько свалил и как бы и все, ехал, старался держать шину в правильном температурном диапазоне. Слушай, как ведет себя машина, насколько готова она ко второй гонке, были ли какие-то трудности? Ну, вот так визуально, вроде бы все в порядке. Да нет, все вроде неплохо, единственное, да, что колесо очень плохо себя работало, переднее право, я не знаю, сейчас будем думать с инженерами, что делать. Под конец гонки как бы оно подустало, на самом деле. Есть время перевести дух, выдохнуть и будем ждать тебя на подиуме во второй гонке. Победитель Туринг Лайта, лидер чемпионата России Владимир Шишинин. Ольга, тебе слова. Ну, а я поздравляю со вторым местом Дмитрия Лебедева, который, в принципе, как нам показалось, не очень выиграл хорошо старт, но, тем не менее, ты зацепился и на втором месте. Или это мы ошиблись, старт был удачен? Ну, я был снаружи в первом повороте, там немножко сложно выезжать. Ну, и, конечно, контактов не хотелось, я старался избегать всячески. В целом, впечатление о гонке и не помешало ли масло на трассе? Это второй дубль для нашей команды, для Софи Трейсинг, это бомба, я очень доволен. Масло было неожиданно, да, но нормально справились, поправились. Ну, и по традиции привет своей семье. Семен, мой старший сын, тебе привет, как ты ждал. Артем, Лея, всем привет. И отдельный привет моей бабе Тамаре. У нее был день рождения, я тебя поздравляю. Баба Тамара, с днем рождения у вас. Второе место – это отличный подарок. Коллеги. Спасибо большое. Поздравляем их победителей и призеров. Была, может быть, более спокойная гонка, чем обычно. Еще будет второй заезд, и там будет все гораздо горячее. Ребята, конечно, берегли машины и себя. Вот Евгений Миттес, наверное, один из главных героев этой гонки. Видимо, что сам он не знает, что с его машиной происходило, почему она так немножко козлила. Может, просто слишком мягко настроили подвеску, но в любом случае, ему было непросто, и он справился. Это самое главное, что мы должны знать. Но это вот Лебедев и Антипов, победитель. И, собственно, второе место у Sofit Racing Team – отличное выступление для нижегородского коллектива. А что получается? В классе Super Production у нас впервые в сезоне желтых автомобилей и пилотов в желтых комбинезонах не будет на пьерестале? Да, но, тем не менее, Веста все равно присутствует. Мы видим, что так теперь у вас три автомобиля Ладо Веста, есть частный автомобиль Евгений Миттес и команды Лекар. Тем не менее, все равно без Весты на подиуме не обошлось. Надеюсь, я, что дальше будет больше и больше этих автомобилей. Потому что они очень надежные, хорошие, быстрые, красивые. И я думаю, что здорово, если дальше их будет четыре и пять. Потому что Грант в со временах было очень много. Грант пользовался огромной популярностью. И на старт выходил бывало и три, и четыре автомобиля Ладо Гранта. И выигрывали гонки, приезжали на подиум. Надеюсь, я, что нечто подобное будет и с Вестами в дальнейшем. А вот борьба Михаила Симонова и Николая Карамышева. Да, изначально все это происходило за спиной. Ильсура Ахмеда Валеева и Родиона Шабова. Но затем справились они и с Ильсуром, и с Родионом. В итоге ни одной машины Тиберейсинг на подиуме вместо двух. Как мы, собственно, этого ожидали на протяжении всей гонки. Но вот тоже, судя по всему, настроились здесь ребята на первую фазу гонки. Потому что вначале они были очень хороши. Просилковали вот этот автомобиль Владимира Шишенина. Но затем Шишенин начали отъехать. Потом к ним подъехали соперники. И по очереди двух пилотов Тиберейсинга прошли. Так что явно здесь в настройки не попали ребята и их инженеры. Ну а Симонов и Карамышев провели очень боевую гонку. Много позиций отыграли. Так что, в общем, браво, что здесь можно сказать. Причем они всю гонку ведь не отдыхали. Они действительно боролись за позиции. Вот ситуация в чемпионате. Вадим Антипов выходит в лидероне. У него теперь 109 очков. И второй Владислав Незванкин. Удивительно. Мне казалось, что у Незванкина там больше запас. Петухов в третий, Лебедев в четвертый. При том, что он пропустил первый этап, он уже здесь к Петухову подъехал ближе. Так, ну и Дмитрий Лебедев, он пока на четвертом месте располагается. Евгений Мэйдетт с хорошие очки сегодня набирает. Ну и Александр Гармаш добрался до подиума, добрался до финиша, набрал очки. Возможно, была у него еще скорость на то, чтобы побороться здесь с Владиславом Незванкин. Но, собственно, ошибка, как я понимаю, убитые шины. И в итоге бороться с Владиславом он уже не мог. Хотя, кто знает, может, если он был там четвертый, может быть, бы и Мэйдеттсу было легче. Он бы плейсинговал пилотов Лады Спорта Роско, если бы до Гармаша, конечно. Евгений Мэйдетт поднимается на третью ступень пьедестала почета. Но это третье место, наверное, с ради победы, потому что борьба была там потрясающей на протяжении всего заезда. Дмитрий Лебедев второй. Замечательное достижение. Для него он очень доволен, поздравляю здесь и Мэйдеттса. Ну, опять-таки, для них гонка была спокойная. Может быть, для Лебедеву чуть сложнее. Мы видели, что близко к нему были там пилоты и Лады Спорта Роско, и Мэйдеттс. Но в итоге, когда они уже стали бороться между собой, он отъехал. Здесь, конечно, проблемы Мэйдеттса помогли им. Если бы Мэйдеттса была машина, скажем так, идеальной, я думаю, что Лебедеву было бы сложнее. Он не так и далеко там был от ребят, от Альятинских седанах. Ну и Вадим Антипов, победа. Он доволен очень, действительно. Дубль для команды. Был дубль в одной из гонок, во-первых. Он там, когда Малинин выиграл, Ахмед Валеев был второй. Но обоих этих гонщиков уже софит-рейсинг-тим больше нет. Его классический состав. В итоге, смотрите, да, вот победа фирменная. Типов его фирменный жест. Здорово. Молодцы, ребята. Да, очень здорово команда из Нижнего Новгорода ввелась в российскую серию кольцовских гонок. Это уже второй сезон радует нас своим присутствием. Вот, друзья, еще один наш старый знакомый. Андрей Емелин выступал в прошлом году сам за рулем Мазды. И теперь, в общем, на руководящей дозе, в состоянии здоровья. Он немножечко сделал паузу своей карьеры. Теперь он руководитель команды софит-рейсинг-тим. Ну и у него подрастает, в общем, Степан, сын, которого Дмитрий Лебедев тренирует. Кто знает, может быть, через несколько лет Степан Емелин будет тоже за софит-рейсинг-тим выступать. Ну, начали с юниорский класс, конечно, скорее всего, но потом уже, может быть, и сюда вольется. Да, в общем, эта команда подарила нам сегодняшние яркие эмоции. И Дмитрий Лебедев, и Вадим Антипов. Ну и мы посмотрим, в общем-то, что будет у второй гонки. Потому что у второй гонки будет сложнее. Будет реверсивный старт, Лады будут впереди, будет старт с места, более длинная дистанция. И придется прорываться. В общем, мы знаем, что плоты Лады Спорт Роснефт и Евгений Мейтас обороняться умеют. В общем, будет интересно. Ну, Мейтас – герой, конечно. Скажу честно, для меня, наверное, главный герой этой гонки. Главный герой – это Симонов, который прорвался с шестого места на второе. И Евгений Мейтас, который на явно машине, которая чувствовала себя не очень хорошо, или из-за проблем с мартизаторами, или не все настройки были. Но видно было, что его машина была менее стабильна. Прыгала, козлила. Задняя часть автомобиля была не так стабильна, по словам Артанула Евгения. Но он справился, смог удержать позади себя очень быстрых, опытных Андрея Петухова и Владислава Незванкина. Так, ну а сейчас награждение в классе Туринг Лайт. И Николай Карамышев поднимается на третью ступень пьедестала почета. Да, довольно классное выступление для курского гонщика. Была уже победа, теперь подиумы. Он включается здесь в борьбу за, как минимум, я думаю, вице-чемпионский титул. За вице-чемпионский титул ему побороться по силам. Я думаю, что Шенина никто не останавливает, здесь не прав. А вот борьба за медали будет очень горячей, потому что там, наверное, человек 6 претендует. И, конечно, претендует этот парень Михаил Симонов. Он быстрый, он хороший, он разгоняется. Брагин Рейсинг Тим, напомню, пилот команды Дмитрия Брагина. И вместе в одних боксах стоит Kia Rio X-Line и Hyundai 30N, Симонова и Брагина. В кроссе, в ралли-кроссе он выступал. Отличный результат, выигрывал чемпионат страны, если не ошибаюсь. И, соответственно, в конце тоже хорош. Ну и опять по традиции Владимир Шишенин у нас на первом месте. Много-много успехов уже было в этом сезоне. В прошлом году, напомню, тоже машина была быстрая, но в итоге без медалей закончилась. Он в 1600, Владимир. Но вот в этом сезоне пока, несмотря на то, что доминирование по технике речи не идет, но вот именно все свои таланты, все свои силы Владимир показывает. И в напряженной борьбе, в общем-то, выигрывает заявно преимущество. Да, у него просто потрясающий результат. Так, кубок за командный успех получает главный спортеру смех, потому что Леонид Панфилов там тоже проехал очень даже неплохо. Да, он смог сдержать позади себя Фридмана. Да, впереди явно были быстрее Карамошев и Симонов. Но Фридман он сдержал и набрал важные для команды очки, командный успех. Учитывая, что Тиби Рейсинг потеряли в конце позиции, это хорошая заявка для Ланы. Они укрепляют свой лидерство, которое и без того было большим, еще сильнее. Да, ну, ребят, естественно, сегодня будет еще и вторая гонка. Она будет чуть подлиннее. Посмотрим, как там будут складываться дела. Но вот когда Супер Продакшн вернулся к Туринг Лайту, посмотрите, опять у нас очень много яркой борьбы, как в прошлом сезоне. И мне кажется, что позже все-таки на круг догоняет Супер Продакшн Туринг Лайт, чем это было раньше. Поэтому, в общем-то, почти не было проблем, не помешали эти гонщики во время этой борьбы на круг. Все это было на последнем круге, очень достойно. Хорошо, конечно, во второй гонке будет немножечко побольше. Это именно борьбы на круг, потому что гонка будет лея на несколько кругов, и как раз, наверное, круга 2-3 будет на финише, когда Супер Продакшн догонит Туринг Лайт. Соответственно, больше будет обгонов на круг, и больше этого элемента неожиданности. Да, но на 3 круга длиннее будет следующая гонка. 18 кругов, а не 15, как сейчас. Лучший момент этой гонки. Видимо, что вертолет не сприлетел на старт. Перед стартом этой гонки лидинг-кар лады Веста Спорт в новой раскраске. В этом году нетрадиционный белый левре с вкраплениями оранжевыми. Ну и старт с хода. Старт, который лучше всех удался здесь Андрею Петухову. Казалось, что он сейчас поборется здесь с Дмитрием Лебедевым. Мемейкостан здорово стартовал. Но в итоге Дмитрий смог свои позиции сохранить, и первые 2 места остались. И вот тут статьи 3-7. Видимо, как здесь были близки к Лебедеву 2 лады Веста. Вот смотрите, как здорово стартует Петухов. Просто прекрасный старт для петербургского гонщика. Обжигалов, смотри, сзади стартовал неплохо. Здесь Незванкин даже такой гармаш какой-то момент прошел здесь Владислава. Но, да, смотри, Незванкин был позади гармаша и только на выходе его прошел. А здесь, смотри, как красивая борьба была у Панфилова и Карамышева. Карамышев, казалось бы, почти прошел его, но нет, смог сохранить позицию Леонид. И долго-долго сдерживал за собой всю эту игру, пока не пустил вперед все-таки Симонова и Карамышева. Вот у кого гонка получилась беспроблемной, так это Вадим Антипов. Он действительно лидировал старты и до финиша. А Мейтес и Петухов поролись тогда. Да, и взрыв вот здесь мотора на, соответственно, майский твизм. И даже бампер отогнуло. Да, и на собственном масле здесь едва не подскользнулся. И вот здесь еще все полил, чтобы совсем было весело. Но, да, мне кажется, Илья, конечно, если был неправ, надо было сразу уходить с траектории. Ну, просто льет из нее. Ну, конечно, как бы ему, может быть, хоть предупреждение не сделали за то, что он ехал по траектории и поливал масло. Понятно, что это не специально. Ну, да, естественно. Посмотрите, как она прыгает. Да, вот что это? Это проблема с настройкой или проблема с амортизатором. Но, так или иначе, Генемейтес с ними справился и приехал на подиум. Ну, и вот, собственно, агрессивная атака бордюров в штопоре со стороны здесь Вадима Антипова. Небольшая ошибочка кого-то из Этердиот Шаков, собственно, здесь. И как его проходили по очереди в самом конце гонки уже два пилота. Вначале Сименов, а затем и Карамышев прямо подряд буквально. Радион пытался это сделать, но было видно, что машина в полуротах ехала медленнее. Да, ну, а Вадим Антипов выигрывает гонку в Казани. И очень это здорово для него, потому что он становится лидером чемпионата в классе Супер Продакшн. Дубль для Софит Рейсинг Тим. Второе место у Дмитрия Лебедева. И, собственно, третье место у Генемейтеса. Ну, и Владимир Шишейн выигрывает в классе Туреглайт. Далее Михаил Симонов и Николай Карамыш в отличная гонка для этих двух пилотов. Шишейн увеличивает свой отрыв от своих соперников в чемпионате. И действительно, теперь у него преимущество там просто-напросто огромное. Ну, да, я думаю, что заранее уже в какой-то момент будем считать, в каком этапе он сможет стать чемпионом, если ничего не случится. Опять-таки очень важна надежность техники, очень важно не попадать в аварии. Старт второй гонки будет реверсивный, он будет соревноваться с глубины и, возможно, всякое. Надеюсь, что с лордивером ничего плохого не случится. Но борьба явно будет очень горячей, потому что мы видим, что Карамышев тоже Симонова прессовал до самого конца. И, конечно, Антипову тоже придется прорываться. Будут это сделать непросто. Здесь есть где обгонять, но соперники весьма и весьма неуступчивые. В общем, ждем начала следующей гонки. Продолжение следует...